Продолжаем наш разговор о великих чемпионах прошлого. И в этом видео мы поговорим о втором чемпионе мира по шахматам Эммануиле Ласкере. Кроме великолепных успехов в шахматах, Эммануил Ласкер также был доктором по философии и математике. Свою докторскую диссертацию по математике Ласкер защитил уже став чемпионом мира по шахматам в 1901 году. А его главным достижением в математике стала теорема, которая названа его именем и именем Эмминьотер, обобщившей первоначальный результат Ласкера. Кроме того, Ласкер опубликовал несколько философских работ и литературных произведений. А также широко известен учебник шахматной игры, написанной Эммануилом Ласкером, увидевшей свет в 1925 году, а затем переведенной на многие языки, включая русский. Я зачитаю предисловие, которое было написано к первому немецкому изданию самим Эммануилом Ласкером в Германии в октябре 1925 года. Вниманию читателей предлагается учебник, который ставит задачи быть систематичным. Однако не первый ли это учебник, автор которого хотел дать последовательное изложение предмета? Вообще говоря, учебники не систематичны, ибо содержат одни отрывки, одни только частности. Эти частности даже не считают нужным связать хоть как-то в одно целое, а просто нагромождают их. Человек будущего будет экономен в своей работе, в своем расходовании времени, во всем том, что он пожелает сделать составной частью своего «я». И потому он захочет, чтобы все, что он изучает, отличалось единством структуры. Из учебников, которые распространены в настоящее время, ни один не доживет до того будущего. Здесь представлена идея старой шахматной игры. Идея, которая дала ей силу просуществовать тысячелетия. Эта идея изложена так, как она проявилась в истории шахмат, их логики, их жизни. Это идея борьбы, в частности, твоей борьбы, читатель. Неудивительно, даже из этого предисловия исходя, что Ласкер, один из первых, обратил внимание на значение психологии в шахматной борьбе. Он отмечал, что умение использовать недостатки соперника порой важнее умения делать правильные ходы. Ласкер оставался на шахматном троне рекордные 27 лет с 1894 года по 1921 год. За свою карьеру Эммануил Ласкер сыграл 7 матчей на первенство мира. Два против Стенница в 1894 и 1896 годах, а также по одному разу против Фрэнка Маршала в 1907 год, Зигберта Тароша в 1908 год, Карла Шлехтера и Давида Яновского. Оба эти матча были сыграны в 1910 году. И затем, уже после Первой мировой войны, он сыграл матч против Хосе Рауле Капабланке в 1921 году, в котором уступил третьему чемпиону мира по шахматам. Визитная карточка. Атака Ласкера, которая вошла во все учебники по тактике. Хрестоматийная комбинация жертвы двух слонов, сыгранная во время выступления Ласкером в его первом международном турнире в 1889 году. Итак, внимание на доску. Шедевр второго чемпиона мира. Эммануил Ласкер играет с Бауэром, Йоханом Бауэром. И черные только что побили коня на H5. Наверное, они ожидали от белых хода ферзь бьет H5. Затем планировали защитить поле H7 и не видели ничего страшного в атаке белых. Однако, как гром среди ясного неба, последовал удар, который сейчас наносит любой шахматный школьник. Слон бьет H7 шах, вынуждая черных побить на H7. Ферзь H5 шах, король G8 и жертва второго слона. В данном случае белым очень важно разрушить пешечное прикрытие перед черным королем, потому что после король бьет G7. Еще один важный шах, ферзь G4 шах, загоняющий короля на край доски, так как в случае короля F6 просто мат следует, ферзь G5 мат. Но после король H7 в дело вступает белая ладья, ладья F3. И от угрозы ладья H3 черные могут защититься, лишь отдав своего ферзя. Но, к сожалению, после E5 ладья H3, ферзь H6, к сожалению, для черных, конечно, черные теряют, кроме ферзя, еще и одного из своих слонов, которые вот так вот встали в линеечку по седьмой горизонтали. Ферзь D7 следует с двойным ударом. И один из слонов теряется. Партия еще продолжилась, черные пытались сопротивляться, но понятно, что против игрока такого уровня и с таким голым королем защититься в этой позиции невозможно. Досмотрим эту встречу до конца. Ладья АВ8, ферзь D7, ладья FD8, ферзь G4, шах, король F8, FЕ, подключая ладью с F1 к атаке. Е6, ладья B7, ферзь G6, F6. И небольшая маленькая комбинация, которая абсолютно не обязательно, но почему бы и нет. Ладья F6, слон F6, ферзь F6. Вроде бы две ладьи за ферзя, но, опять же, очень слаб черный король и одна из ладей теряется. Ферзь H8, шах, король Е7, ферзь G7, шах, король Е6, ферзь B7. И еще несколько ходов отчаяния. И черные, наконец-то, смирились с неизбежным. Ферзь бьет D3, переходя в выигранный пешечный эншпиль. Что же, это жертва двух слонов, ставшая патентом ласкера, визитной карточкой второго чемпиона мира, который провел на шахматном троне рекордное количество времени. Надеюсь, вам эта серия видео нравится. Вы поставите лайк этому видео. Ну, а мы в следующих сериях поговорим о следующих чемпионах мира по шахматам. До скорых встреч! С вами была 12-я чемпионка мира по шахматам Александра Костенюк.